Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 18 ноября, 268 день войны. Собрали все самое важное. Одна из российских ракет могла нести макет ядерной боеголовки, а в Тоскане ограбили виллу Тинькова. В Белгородском детском саду детей учат искать мины, а в Карелии школьника наказали за американский флаг. Начинаем с обзора фронтовых событий. Украинский генштаб сообщает об отражении атак в Луганской области, а также в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Опытного и других населенных пунктов Восточного фронта. В целом, ситуация на фронте не меняется. Российская армия начала обстрелы правого берега Днепра, атакована Антоновка и Чернобаевка даже. Британская разведка считает, что российская армия перебросит часть войск, отступивших из Херсона на Донбасс, в том числе для усиления наступления на Бахмут. Аналитики отмечают, что путинские части заняты пополнением и переформированием. Российская армия могла использовать макет и ядерные боеголовки в одной из своих ракет. Украинцы обнаружили вот такой обломок, похожий на болванку, так называемый массогабаритный макет, которым заменили специальную боевую часть в крылатой ракете Х-55. Что это такое? Испытание ракеты с потенциальной ядерной боеголовкой или просто ошибка? Может, ракетщикам сказали, отправьте 50 ракет, а на складе было только 49. Вот взяли еще одну, скрутили боеголовку и поставили муляж, чтобы отчитаться. На самом деле не знаем, если есть специалисты, может кто-то нам подскажет, что это и для чего это было использовано. Но, к сожалению, остальные ракеты и снаряды, которыми российская армия атакует Украину, не бутафорские. Вновь пострадал Никополь, на город упали 40 ракет РСЗО. А вот такую огромную воронку в Запорожской области оставила какая-то мощная ракета, может, от Искандера. Повреждено здание Дома культуры, местные жители, к счастью, не пострадали. Но так бывает не всегда. Буквально каждый день появляются новости о гибели мирных жителей, часто детей. Украинские власти сообщают, что с момента вторжения уже погибли 433 ребенка, а всего пострадали 1270 детей. Кошмарные цифры, которые показывают невероятный масштаб военного преступления Путина и всей его власти. Но этим маньякам мало, они хотят больше крови, еще войны, убийства и чужих, и своих детей. Я считаю, что задача сегодня мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Это актриса Ольга Будина. Она, может быть, вам известна по роли в сериале «Граница», «Таежный роман». Была там помоложе. Неплохая актриса была. А теперь маньячка, расхваливающая войну. Вот буквально. Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей прям. Как минимум 13 тысяч человек из Бурятии находятся в зоне боевых действий в Украине. Об этом сообщило правительство Бурятии на своей странице во Вконтакте и Одноклассниках. Военнослужащим отправят более 13,5 тысяч новогодних подарочков. Сто из них передадут в военные госпитали, где находятся раненые солдаты из Бурятии. В новогодний мешочек упакованы сладости, средства личной гигиены, теплые носочки. А еще поздравительные письма от детей из Бурятии. А я всего лишь напомню, что Бурятия занимает третье место по количеству погибших военных среди регионов России. Журналисты установили имена уже 313 погибших солдат оттуда. Эти люди находятся на фронте, погибают сами и совершают военное преступление. В Тоскане неизвестные обоскрали виллу бизнесмена Олега Тинькова. Воры вынесли драгоценности, сумки, часы на сотни тысяч евро. Сам Тиньков, как пишут итальянские СМИ, сейчас находится с семьей в Мексике. Олигарх продал свой бизнес после начала войны и уехал из России. Спорная фигура, конечно. Несколько лет назад призывал короновать Путина, а сейчас осуждает войну. Что, конечно, правильно. Жаль, что не рассказывает о российской коррупции больше. Он точно много знает и мог бы помочь в борьбе с Путиным. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И американская баскетболистка Бритни Грайнер находится в ИК-2 в Мордовии, сообщили ее адвокаты. В начале года Грайнер задержали в Шереметьево из-за вейпа с маслом из конопли. Вес был меньше грамма, но ее приговорили к 9 годам. Это больше, чем дают за убийство. Она стала реально заложником. И, вероятно, мы однажды увидим, как Кремль ее обменяет на торговца оружием Виктора Бута, или еще на каких-то похожих преступников. Ранее в МИДе России уже говорили, что обмен на Бута обсуждается с американцами. Тем временем в Белгородской области разработали методичку по безопасности для детей 5-7 лет. Она уже попала в один из детских садов. Авторы методички рассказывают не о пожарах или опасностях электричества, а предлагают поискать мину лепестковых, лепесток, конечно, извините, в рюкзаке или среди игрушек. И там много подобных заданий. Найти мину в лесу или нарисовать дорогу от школы до дома, обходя мины. Единственный возможный результат от этого, конечно, детские психологические травмы. Гарантировать безопасность в приграничных регионах легко, если Путин прекратит войну и российская армия выйдет из Украины. А в карельской школе учительница наказала семиклассника за американский флаг. Вот такая кофта сильно задела чувство биологички. Она заставила мальчика сесть спиной к доске, чтобы не видеть вражеских символов. Директриса уже сказала, что биологичка поддерживает войну и очень переживает, что американцы ее затеяли. А еще она якобы была школьным учителем у Зеленского. И у нее плохие воспоминания о нем. Ну, в каждой школе была, конечно, своя училка-крыса. Вот, видимо, это точно она. Мы каждый день собираем для вас самые важные новости. Сегодня были такие. Если нравится, поставьте лайк, напишите комментарий или подпишитесь на канал. Можете нас поддержать финансово, если считаете, что это доступно вам. Причем адресно именно нашу передачу. Не запутайтесь, смотрите, у кого больше всех патронов, а это мы. А вот те, кто уже нас поддержал, справа есть как раз списочек с никами тех людей, кто пожелал остаться известными. Кто пожелал остаться неизвестными, не показывается тут. Мы благодарны, что таких людей становится больше. Смотрите нас, пожалуйста. И завтра увидимся в военном положении. Продолжение следует...